Валерий Седов Все программы развития и социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков, комментируя проект областного бюджета на следующий год. Прежде всего это выплаты участникам СВО, семьям при рождении ребенка, бесплатное горячее питание для начальных классов, жилье для детей-сирот и многое другое. Почти 82 миллиарда рублей собственных доходов. Это цифра 2024 года и по поступлениям из всех источников она рекордная. Впрочем, тратить регион по-прежнему будет больше, чем зарабатывает. Возросла социалка. Основная статья расходов. Дефицит следующего года 254 миллиона рублей. Выйти в ноль областной бюджет сможет только в 26-м. Главное сейчас правильно расставить приоритеты. В структуре расходов областного бюджета более 40% приходится на такие социальные расходы, как выплата заработной платы, оказание мер социальной поддержки, обеспечение работы сети бюджетных учреждений, оказывающиеся услуги населению. На социальные выплаты гражданам предлагается направить почти 13 миллиардов рублей. При этом по всем мерам социальной поддержки предусмотрена индексация на уровень инфляции, что составит рост более 760 миллионов по сравнению с текущим годом. В следующем году на 12 нацпроектов из областного бюджета направят 11,6 миллиарда рублей. На эти деньги власти завершат строительство школ в Касимове и в Рязанском микрорайоне Семчино, введут в эксплуатацию спортивный комплекс и начнут возводить филиал поликлиники номер 11. Коммерческие кредиты в региональной казне уже практически полностью замещены бюджетными. В следующем году они добавят 617 миллионов рублей для школы в Олимпийском и строительство двух детских садов в Рязани и Рыбном. Впрочем, цифры прихода еще не окончательные. По словам губернатора Павла Малкова, траншей из федерального центра вполне может быть и больше. Сохраняем все социальные обязательства, сохраняем все программы развития. Сейчас действительно еще не до конца определены объемы федеральных средств, которые будут доведены до региона. Работаем здесь и вы по своей части все взаимодействуете. В целом, постоянно мы в федеральной повестке присутствуем, в том числе на связи с Андреем Михайловичем Макаровым. Буквально каждый день с ним работаем. Он очень помогает во всех процессах, поэтому здесь, конечно, еще, я думаю, у нас будут определенные положительные изменения. Что касается собственного госдолга области, то в абсолютных цифрах он не сильно изменится. А вот в структуре постоянно растущего бюджета доля будет уменьшаться. Это и есть одно из главных преимуществ бюджетных, а не коммерческих кредитов. Как в Рязани не вступить в финансовую пирамиду? Что нужно делать при обнаружении фальшивки, а также все о цифровом рубле? На эти вопросы ответил управляющий региональным отделением Банка России Сергей Кузнецов. Подробности далее в сюжете. Финансовые пирамиды в Рязани все еще есть и они работают. С этой плохой новости начал управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. Но схемы отечественных МММ претерпели изменения. Из мира материального пирамиды перенеслись в мир виртуальный. 98% от общего их количества сейчас в интернете. Изменилось и отношение к пирамидам. Для кого-то это даже способ поиграться. Быстро вложил деньги и также быстро снял. Чтобы не стать жертвой, нужно понимать, в какую организацию ты вкладываешь деньги. На сайте Центрального банка есть список организаций с признаками финансовых пирамид. Их более 11 тысяч. Есть и рязанские организации в этом списке. Вот мой совет перед тем, как вложить деньги, посмотрите, есть ли эта организация в этом списке. Потом посмотрите вообще, какие документы есть у этой организации. По фальшивкам ситуация тоже, говорят, стабильная. Чаще всего стараются подделывать пятитысячный Хабаровск. Оно и понятно. Больше прибыли за те же трудозатраты. Евро и доллары тоже в ходу. Но не забывают видать фальшивомонетчики и об истоках. Буквально вчера выявили поддельные монетки. По статистике, таких всегда мало. С пару штук. Купюр все же больше. А выявить подделку все так же просто. Посмотреть на просвет и увидеть водяные знаки. Прощупать рельеф на купюре и, наконец, наклонить ее. Меняется цвет герба. С виртуальными деньгами тоже следует обращаться осторожно. Для покупки в интернете 100% использовать отдельную карту. Она не обязательно будет физической, может быть. Выпустите цифровую. Практически все кредитные организации это делают. Выпустите цифровую карту. Оставьте на ней 0 рублей. И используйте ее для покупки в интернете. Перед покупкой в интернете вы переводите туда нужную сумму. Списываете ее за покупку в интернете. И, опять же, оставляете нулевую сумму. Здесь, если вдруг вы зашли на мошеннический сайт. И с вас писали, да, вы потеряете один раз, но не потеряете больше. И, ну, это прям правило хорошего бутона. По остальным темам пробежались тезисно. Так, инфляция в регионе 5,8%. Много это или мало Сергей Кузнецов посоветовал решать самим. Добавим только, что цифра эта с начала года только продолжает расти. Однако, по сравнению с ЦФО и страной в целом, показатель значительно ниже остальных регионов. В свою очередь, третью форму денег, цифровой рубль, продолжают тестировать. Чтобы, когда его все же введут, никаких проблем в пользовании разрекламированным продуктом не было. В Рязанской области отремонтируют 10 объектов культуры. Деньги на это около полумиллиарда выделят из федерального бюджета по нацпроекту «Культура». Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Все деньги направят на реновацию учреждений культуры, модернизацию театров, развитие сети учреждений культурно-досугового типа, реконструкцию и капремонт музеев. Большая часть денег, почти 193 миллиона рублей, останется в Рязани. Это на капремонт Дворца культуры со зрительным залом на 500 посадочных мест. Еще в городе осядут 116 миллионов с небольшим. Выделят средства на сохранение здания театра для детей и молодежи. Почти 140 миллионов пойдут на капремонт шести домов культуры в разных селах региона. Остроухово, Мушковатого, Тюково, Оськино, Иванково и Милославское. Оставшиеся деньги пойдут на капремонт Михайловского исторического и Елатомского краеведческого музеев. С 1 ноября проезд в коммерческом транспорте города Рязани будет стоить 33 рубля. По федеральному закону номер 220 перевозчики могут сами устанавливать цену проезда, если регулярно занимаются перевозками по нерегулируемым тарифам. О том, какие изменения коснутся не только областного центра, но и всей страны, расскажем далее. Отдельным категориям пенсионеров повысят пенсии. Перерасчет выплат ждет тех, кто в предыдущем месяце отпраздновал 80-летие или оформил инвалидность первой группы. В 2023 году фиксированный показатель страховой пенсии равен 7,5 тысячам рублей. Выплаты станут больше ровно в два раза. Перерасчет пенсии также оформят членам летних экипажей и горнякам. Субсидии начислят, если у пенсионеров за плечами есть достаточный стаж работы. Более 25 лет для мужчин или 20 для женщин. С 1 ноября молодые семьи смогут оформить льготную арктическую ипотеку. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Теперь ставка на жилье для молодых семей в Красноярском крае, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Мурманской и части Архангельской области, Республик Саха и Коми, а также Карелия составит 2% годовых. В федеральном правительстве давно обсуждался вопрос запуска подобной инициативы. Она станет продолжением успешно проводимой программы дальневосточной ипотеки. В последний день осени стартует срочный призыв в северных регионах нашей страны. Это связано с погодными условиями. Так новобранцы Крайнего Севера начнут получать повестки только с 1 ноября. На службу отправятся молодые люди от 18 до 27 лет, проживающие на территории некоторых районов Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского, Пермского и Красноярского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей. Новые требования ноябрь предъявят для автолюбителей. Теперь каждое транспортное средство должно быть оснащено антиблагировочной системой тормозов. Устройство позволит сохранить устойчивость автомобиля при резком торможении. Большая часть молочной продукции теперь подлежит обязательной сертификации. В список вошли молоко, йогурты, сливки, творог, кефир, мороженое, молодые сыры. По словам властей, данная мера никак не повлияет на повышение стоимости молочных продуктов. Напомним, что часть подобной продукции, например, сгущенное молоко и сливочное масло, подлежат сертификации с 1 июля 2019 года. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». В госжилинспекции рассказали, как в Рязани начисляется плата за отопление. Так начинается она с 3 октября, при этом реальная дата будет определяться по каждому дому индивидуально. Плюс оформлена будет двусторонним актом с управляющей компанией. На основании этих актов МУП РМПТС обещает сделать перерасчет за ноябрь. Данные, дескать, скорректируют и новые цифры появятся в лицевых счетах собственников помещений. Напомним, требование к температуре внутри квартиры такое. Угловая комната не ниже плюс 20, обычная не ниже 18. Если температура ниже, то, соответственно, и плата за отопление тоже ниже. Правда, это нужно зафиксировать актом, говорят в госжилинспекции. Подается заявка в диспетчерскую РМПТС, письменно или устно. При втором варианте следует узнать у диспетчера номер заявки и фамилию человека, который заявку эту принял. Оформить акт можно и самостоятельно, но это если специалисты с ресурсоснабжающей организацией в назначенное время не пришли. В таком случае на акте следует поставить две подписи потребителей из многоквартирного дома. Спектакль Рязанского драмтеатра «Доходное место» вошел в лонглист этого сезона российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщили в пресс-службе театра. Премьера «Доходное место» по пьесе Островского состоялась в январе 2023 года. Над спектаклем работали режиссер-постановщик Арсений Кудря, художник-постановщик Геннадий Скомарохов, художник по свету Тарас Михалевский и музыкальный оформитель Сергей Потапов. Это спектакль, как бы, наш рязанский именно. Обычно все-таки у нас попадание в лонглист или даже в номинацию, как это было с Луизой Гуаро, связано с приезжими режиссерами. Здесь это особенно приятно из-за того, что я все-таки изначально местный. Здесь 16 лет в этом театре работаю, и для меня это как бы приятно. Ну и коллеги меня как бы поддержали, было приятно услышать какие-то слова поздравления, потому что, ну, это действительно было приятно и неожиданно. Лонглист – это, скажем так, отмеченные спектакли по всей России в течение года, их определенный список. Замечательная комедия Островского, написанная в середине 19 века, в момент своего появления вызывала большие споры в кругах писателей и журналистов и была отмечена даже Львом Толстым. Что же так увлекало всех в этой комедии? Молодой человек, недавно окончивший университет, всей душой стремится приносить пользу обществу. Но его амбиции и идеалы постоянно держат его в противостоянии с коллегами и даже с родственниками. Успехи его на службе, где он хотел приносить только пользу, незначительные, и авторитет его невелик. Я старался, в общем-то, достаточно точно работать с автором. И Нина Алексеевна Шалимова – это такой достаточно значимый человек в мире нашего русского театра, скажем так, и именно русской драматургии. Она отметила, что мы очень хорошо поработали с автором, это было очень приятно. Был отмечен также на одном из конкурсов таких всероссийских. Юрий Михайлович Борисов – это достаточно современный спектакль, но это не значит, что мы попытались перевернуть автора с ног на голову. Мне кажется, что если ты берешь Островского, ты берешь Чехова, ты берешь Тургенева, это очень хорошо сделать какое-то свое высказывание. Но все-таки момент вот этой борьбы с автором, когда люди стараются в какой-то спор с ним вступить, или они пытаются из него сделать какую-то увеселительную программу, мне кажется, это не совсем верный ход. Поэтому какого-то суперноваторства здесь нет. Здесь интересно решено пространство. Геннадий Скаморохов придумал хорошую сценографию. Сам мир такой вне времени, который оттягивает нас и к классическому какому-то звучанию, и в то же время и к современному. То есть мы можем видеть параллели и с миром Островского, и в то же время с нашим сейчас современным миром, с какими-то офисными работниками. Окружение Жадова считает материальное благополучие важнее убеждений. Устоят ли его принципы и сможет ли он поддержать свои идеальные взгляды? Пьеса, написанная более ста лет назад, затрагивает вопросы, актуальные и сегодня, и потому вызывает интерес режиссеров и зрителей во всей стране. Непременно посмотрите постановку Арсения Кудри, ведь в его прочтении вы сможете увидеть Островского совсем по-новому. Осень – любимое время поэтов, когда вдохновение буквально висит в воздухе. Октябрь – еще и красивейший месяц сезона, когда золотые листья на фоне свинцового неба в романтическое превращают настроение даже самых скептически настроенных людей. В этом году октябрь не менее капризен, чем прекрасен. О погоде далее. Последние дни октября и начало ноября ожидаются теплыми в регионе. В понедельник прогнозируется превышение стандартной климатической нормы. Начнется повышение температуры. Днем будет уже плюс 2, плюс 7. Повышение температуры по предварительным расчетам продолжится и в начале ноября. По данным синоптиков, для этого периода такая температура будет на 4-5 градусов выше нормы. Специалисты отмечают, что конец текущей недели будет значительно отличаться от первых дней следующей. Температурный фон сейчас ниже нормы на 4 градуса. Такая погода характерна для этой недели. Ранее, 24 октября, научный руководитель гидромедцентра России Вильфан сообщил, что с четверга, с 26 октября, начнется первый настоящий снег и будет идти он до конца недели. Накануне руководитель диагностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе в регион придет зимняя погода с морозами и снегопадами. До этого, 21 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ЦФО со среды 25 октября будет фиксироваться температура, типичная для метеорологической зимы. Синоптики также рекомендуют автомобилистам сменить резину на зимнюю. Однако, следующая неделя станет уже по-настоящему теплой. Отступят даже ночные заморозки. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова